Как я и говорил в одном из недавних роликов, в 2024 году заменители, а в некоторых случаях уверен и разрывателей побега из Таркова станет существенно больше. С одним весьма неоднозначным убийцей Таркова, ММО Грейзон Ворфейр, мы разобрались. На очереди еще один экстракшн шутер под названием Arena Breakout Infinite. И я, честно говоря, всерьез не рассматривал эту игру, просто потому что она, по сути, представляет из себя этакий клон Таркова, еще к тому же изначально и мобильный. Однако, присмотревшись более внимательно, несколько изменил свое мнение как об этом проекте, так и о его перспективах составить здоровую конкуренцию под засидевшейся в отсутствии он и Escape from Tarkov. О чем обстоятельно поговорим в этом видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать его развитие. Также настоятельно рекомендую подписаться на мой телеграм, по коду на экране или по ссылке в описании, так вы будете в курсе того, что происходит и на Goha Media, и в жанре MMORPG. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, и... мы начинаем. Хотите приобретать любые игры без каких-либо ограничений для жителей РФ и Белоруссии? На площадке Keys for Gamers это сделать проще простого. Огромное количество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net. Причем игры можно получать как ключами, так и гифтами. Особенно выгодно смотрится вариант с картами пополнения и гифт-картами. Особенно с учетом 20% скидки, которую можно получить по промокоду Goha. Также на площадке получится приобрести подписку на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, купить игровую валюту, игровые очки, программные обеспечения и многое-многое другое. При этом тут масса разных продавцов, соответственно есть конкуренция, а значит при желании можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. И да, к слову, не забывайте торговаться, площадка-то все-таки торговая. Кроме того, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт Мир. В общем, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Вообще начать, конечно же, стоит с того, что никто не сделает тебе хуже, чем ты сам. Соответственно, да, самый известный и успешный убийца Escape from Tarkov это сам Escape from Tarkov. О чем свидетельствует недавняя скандальная ситуация, которая сложилась вокруг игры. Более подробно об этом можно узнать по подсказке. Ну или можно даже целый стрим глянуть, там мы прям вообще в подробности все разобрали. Однако из этого проистекает, казалось бы, не самый очевидный вывод. Дело в том, что Arena Breakout, которая начиналась как этакий мобильный клон Escape from Tarkov, собирается выкатиться в полноценную ПК-версию. Ну и так как эта игра максимально похожа на Escape from Tarkov, мне кажется, у нее есть максимальные шансы этот самый Escape from Tarkov с пьедестала немножечко того подвинуть. Посмотрите сами, у игры есть все плюсы Escape from Tarkov, это и хардкорность некоторая, и вот этот вот адреналиновый шутинг, реализм, ганпорно и вот это вот все. Но в то же время она как будто бы лишена не то чтобы минусов, да, а скажем так, некоторых особенностей Escape from Tarkov, которые могут понравиться не только лишь всем. И вот, собственно, об этом я и хочу более подробно поговорить в нашем видео. Погнали. Забавно, что Arena Breakout Infinite уже фигурировала в вышеупомянутом скандале, связанном с Escape from Tarkov. Дело в том, что разработчики арены, китайская Level Infinite, в то время, когда скандал еще только набирал обороты, решили вбросить провокационный месседж через социальную сеть X. Мол, убегайте из Таркова и, так сказать, welcome to Kamona. На что, в свою очередь, разработчики Escape from Tarkov ответили в том ключе, что этого плагиата хватит на 20 минут, зайти и выйти. Причем все это могло бы остаться в рамках обычного геймдев-патрунивания, если бы не шквал негодования и хейта, которые словили в свой адрес, нет, не обвиненные в плагиате разработчики Arena Breakout Infinite, а именно сами авторы неподражаемого оригинала Escape from Tarkov. Да, игроки вообще не оценили ответ Battle State Games, отметив, что в их игре невозможно долго находиться из-за огромного количества читеров, с которыми разработчикам, очевидно, невыгодно бороться. В то время как Arena Breakout Infinite будет условно бесплатной, а контента в ней и вовсе уже больше, чем в Таркове. Да, ребят, прикиньте, оказывается, если несколько лет почивать на лаврах, перейти в какое-то параллельное измерение, где тебя все любят и тебе можно все, потому что у тебя, ну, по сути, нет никакой конкуренции на рынке, а кто-то в это время подсуетился, не сидел на месте. И вот уже твоя аудитория, которой ты скармливаешь эмоциональные спичи о том, что только настоящие фанаты, тест на настоящего фаната Escape from Tarkov, отказываются это кушать. Просто удивительно. Удивительно то, что в БСГ, судя по всему, никто не отдавал себе отчет, что эта ситуация может для них повернуться вот таким боком. И я понимаю, из любой ситуации можно выйти с профитом, но, как мне кажется, конкретно вот эта ситуация для БСГ получилась солидным знаком минус. Но давайте все же переходить непосредственно к Arena Breakout с припиской Infinite. По некоторым мнениям, которые я склонен разделять, первому реальному конкуренту Escape from Tarkov на рынке. Как я уже вскользь упомянул, Arena Breakout Infinite это прежде всего порт экстракшн-шутера Arena Breakout с мобильных устройств на ПК. Ну а не спешите бросаться гнилыми помидорами, порт этот будет конкретно расширенным и дополненным. Да, разработчики обещают полноценный ПК-экшен с богатым функционалом, и я даже уже немножко забежал вперед, сообщив о первом вполне себе реальном преимуществе перед Escape from Tarkov. Ну, во всяком случае, для некоторых игроков точно. Речь, конечно же, идет о модели распространения, условно-бесплатной. Кто-то здесь наверняка может сказать, «Видали мы эти ваши фри-то-плей помойки еще тем». И да, действительно, с точки зрения среднестатистического игрока с деньгами, buy-to-play выглядит куда более предпочтительно, да? То есть ты купил и играешь. А вот с точки зрения всего остального и всех остальных, то бишь, как с точки зрения наполняемости игры игроками, так и с точки зрения заработка разработчиков, фри-то-плей выглядит очень и очень интересно. Более интересно, чем buy-to-play. Особенно, когда мы говорим про Escape from Tarkov, где, ну вот как ни крути, чтобы ни в чем себе не отказывать, нужно потратить все-таки достаточно ощутимую сумму. А здесь все то же самое и бесплатно. Ну, условно. Я, кстати, до сих пор не понимаю, почему Escape from Tarkov все еще не фри-то-плей? Ведь если можно пытаться пропихивать эдишены за 11к, то наверняка можно было бы и договориться с аудиторией. Ребят, мы делаем игру условно бесплатной, но вы, те, кто поддержал игру на начальных этапах развития, получите вот это, 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 и вот это еще сверху, и все были бы довольны. И я, кстати, не исключаю подобного развития ситуации. Ну и так, чисто на добивочку. Если что, индустрия помнит весьма интересные примеры того, как фри-то-плей проекты на обе лопатки ложили бай-то-плей аналоги. Причем, если мы говорим про вот эту вот самую условную бесплатность, она же ведь тоже может быть разной. Конечно, те или иные элементы так называемого pay-to-win, то есть получение преимуществ в игре путем вливания в нее реальных денег, давно и прочно стали спутниками условно-бесплатной модели распространения. Да чего уж там, теперь не такое уж редкое явление встретить pay-to-win элементы во вполне себе бай-то-плей играх, причем даже ААА уровня. При этом и сам pay-to-win, как прекрасно известно постоянным зрителям нашего канала, тоже pay-to-win урозит. Есть как вполне себе вменяемые игры, где за реал можно приобрести буст персонажей и безобидную косметику, причем зачастую все то же самое получается внутриигровыми способами через жопа часы. Так и неадекватные примеры, когда вас будут кормить гачи из самого начала игры, а вместо контента предложат бесконечный мободрочь. Если говорить конкретно про арену Breakout Infinite, основываясь на мобильной версии, то ее можно причислить к разряду игр с адекватной монетизацией. То бишь, никаких легендарных стволов, выбиваемых из гачи, не предвидится. Однако, если у вас нет времени на то, чтобы сутками напролет гриндить, этот момент компенсируется вливанием реала. К такому pay-to-win, как вы, наверное, знаете, у меня 0,1 претензий. У меня либо есть время, я провожу это время в игре, и потом у меня в игре появляется все, что нужно для этой игры. Либо у меня нет этого времени, и тогда я компенсирую вливанием кровно заработанных то время, которое я не провел в игре. На мой взгляд, такой подход достаточно прозрачный и честный для free-to-play. При этом в арену Breakout Infinite еще и могут конкретно зарешать руки, и вы абсолютно ничего не задонатив, спокойно полутаете с тушки донатера все необходимое. Единственное, к чему можно по-настоящему доколебаться, это наличие у донатеров защищенного кейса, который к тому же арендуется, и расширенного схрона. Да, без подобного рода манипуляций не обходится ни одна free-to-play игра. Было бы странно, если бы здесь мы вообще ничего не обнаружили. Хотя, повторюсь, для порта с мобильной игры от китайцев, все это все еще выглядит более чем адекватно. На геймплейных моментах, честно говоря, не вижу особых причин останавливаться. Если вы играли в Escape from Ark, то считайте, играли и в Arena Breakout Infinite, потому что последний процентов, наверное, на 90 похож на первый. При этом недавно разработчики Arena Breakout Infinite выкатили видео, в котором рассказали о преимуществах именно ПК-версии по сравнению с мобильной. Так, для того, чтобы лучше соответствовать потребностям игроков на ПК, в Arena Breakout Infinite будет множество новых возможностей, включая симуляцию физики, систему траектории полета пуль, пространственное 3D-звучание, улучшенные звуковые эффекты окружающей среды и боя, а также более реалистичную броню и систему здоровья. А до этого те же разработчики сильно били себя пяткой в грудь, утверждая, что их игра — это первый доступный, насыщенный контентом и свободный от таких проблем, как читы, баги и плохо работающие серверы тактический шутер. Мол, к сожалению, игроки уже привыкли к тому, что экстракшн-шутеры вот такие, но наш-то он не вот такой, а гораздо лучше. И, с одной стороны, как будто бы понятно, это всё маркетинговые заверения на фоне ситуации, которая сложилась вокруг Escape from Tarkov, но, с другой стороны, с Escape from Tarkov-то как раз-таки всё понятно. А здесь, если заверения, хотя бы часть заверений разработчиков Arena Breakout Infinite окажется не пустым трёпом, выигрыши окажутся все. Так почему бы не проверить? Тем более, бесплатно. Бесплатно и без вайпов. Да, ещё одним на этот раз ключевым отличием Arena Breakout Infinite от EFT, если опять же судить по мобильной версии, будет отсутствие так называемых вайпов. Регулярного обнуления всего прогресса игроков. Уж я не знаю, многие игроки приняли правила игры, навязанные Escape from Tarkov, где, я напоминаю, жизнь происходит от вайпа до вайпа, но лично мне всегда хотелось в экстракшн-шутере, вы не поверите, просто шутера. Не делать каждый раз по кругу в конец остопеневшие квесты, чтобы открыть доступ к барахолке, прокачать репутацию с торговцами и параллельно немощного спецназёра, не способного запрыгнуть на бордюр и прожить 40 минут без воды и еды. А просто выйти в рейд, залутаться, найти противника и хорошенечко пострелять. При подготовке видел такой тезис, мол, без вайпов в игре будет нечего делать. Ребята, вы в своём уме? Это тактически сессионный лутер-шутер. Его задача дать людям адреналиновые файты и лут. Что значит, в игре будет нечего делать без вайпов? Какая-то ЕФТ-деформация произошла. Не находите? Ещё один тезис заключался в том, что, мол, в Escape from Tarkov ты просто один раз купил, и всё, больше тебя никто не побеспокоит. Ну, во-первых, как мы видим по последним событиям, это далеко не так. И тут ещё бабка надвое сказала, не появятся ли в игре ещё какие-нибудь ультра-хардкор спешл-анбеливабл-эдишены, за которые попросят денег, и которые по каким-то причинам не захотят учитывать ваши прошлые заслуги перед игрой в качестве настоящего фаната. А во-вторых, как по мне, по веке Старкова крайне, я бы сказал, вольно обращается со временем игрока. Сами посудите. Собраться в рейд, поиграть в Тетрис в схроне, прокачать убежище, постоять в очереди на сервер, чтобы в конечном итоге откиснуть от рассинхрона или читера, удовольствие явно для ценителей. Чего угодно, кроме своего времени. И это еще не говоря о том, что все это время все равно обесценится вайпом. И никто у тебя не спросит, хочешь ты этого вайпа, или только-только прокачал своего персонажа до вменяемого уровня, и хотелось бы наоборот поиграть в удовольствие, а не в спешном порядке сливать все залежи из схрона, потому что завтра они превратятся в тыкву. Разумеется, я не собираюсь идеализировать арену Breakout Infinite. Я понимаю, это игра, у нее, скорее всего, будут свои проблемы. Может быть, кому-то не понравится вот эта вот как раз-таки система free-to-play slash pay-to-win. Кто-то посчитает, что играть в Escape from Tark все еще дешевле, такие тоже могут быть. Кроме того, необходимо учитывать, что это все-таки порт, мобильный порт, и надо смотреть на качество этого самого порта. Я прежде всего ищу себе достойную альтернативу Escape from Tark. Я вот только что обозначил те моменты, которые лично меня категорически не устраивают в EFT, и, судя по всему, разработчики с этим не собираются ничего делать. Кроме того, как по мне, развитие игры ушло в каком-то, ну, довольно странном направлении. И начиналось все точно не так. Да и обещалось другое. На текущем этапе в Arena Breakout Infinite проходит первый этап ZBT, который, может быть, и станет единственным. Тут все зависит от того, как это самое ZBT пройдет, потому что его разработчики могут либо продлить, предварительно там на две недели, насколько мне не изменяет память, все запланировано, или уже сразу как-то в OBT все это пустить, и релиз, вроде как, собирается быть в этом году. И первый, и, я надеюсь, единственный вайп, тоже пройдет в этом году, после как раз-таки ZBT. В остальном, как мне кажется, выход подобного рода проектов, он полезен. Он полезен как для игроков, которые получают новый проект, так и для разработчиков, в том числе и для разработчиков Escape from Tarkov, которые в кои-то веки получат, ну, хоть каких-то конкурентов. Да, вы не поверите, но я все еще до сих пор верю в Escape from Tarkov. Грешен. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Маддлер, это портал Го Хару. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok